Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 16 мая 2019 года. Вы, наверное, задаетесь вопросом, что я здесь делаю. Я здесь прячусь от ветра, но безрезультатно. Ветер все равно меня в этих барханах застегает. И сегодня я подведу итоги своего рейда. Я, друзья, сегодня смотрел, где чистое море. Искал чистое море и не нашел. Так что вот такие печальные сегодня новости. Так, ну, сейчас я буду искать, где можно будет хорошо пообщаться. Сейчас пока будем искать место, где не дует ветер. Нахожусь я сейчас очень далеко от Анапы. Так скажем, здесь вот находится детский лагерь Жемчужина России. Вот здесь совсем недалеко. Это конец Пионерского проспекта. И я вот так вот на велосипеде прошел, где проехал пешком, где прошел пешком, где проехал на велосипеде, по берегу в поисках чистого моря. Вот. Это порядка 7 километров я прошел и проехал до пансионата кристалл. И от кристалла вот отсюда до жемчужины еще где-то 12 километров. Вот над морем сейчас летит самолет уже. Второй самолет. Первый самолет был такой белый. А это серебристый летит. На посадку пошел. Здесь, конечно, что уж тут говорить. Тут море песка. Просто море, море, море песка. Там вот, где я был, вот эти все поближе канаты, пляжи, то есть кристалл там, ну и прочее-прочее. Сея-2 там, Лада и прочее. Там песок весь сдуло, смыло и там как-то, знаете, так голо. А вот здесь вот песок, мало того, что его тут горы намело, ну просто горы, дюны, да, смотрите, сколько песка. Но он еще и имеет такой красноватый оттенок. Вот. Это мелкий-мелкий ракушечник. То есть осколки раковин, вот они вот так вот выдуваются и на поверхности такого белого песка виднеются и создают такой красноватый оттенок барханов. Вот. Ну, море, конечно, отсюда очень красивое. Вот. Здесь оно серебрится. А так оно очень такое бирюзовое. Так. И все-таки где же... Бутылочка валяет. Ну, я ее не буду поднимать. Потому что здесь столько, в общем-то, мусора всякого. Ну, что просто надо с мешком ходить специально. Ну, вот тут, что ли, спрятаться. Тут вроде бы не дует. Хотя тоже отсюда дует, оттуда дует. Итак, друзья мои, подвожу итог своего рейда. Что удивительно, ну, вчера я побывал на центральном пляже. То есть весь центральный пляж я прошел, показывал вам, что привезли свежий песок. Вот. То есть вода там тоже чистая, люди купаются. От Анапки и дальше до самого кристалла тоже вода чистая. Вода чистая, ну, там немножечко, так знаете, комки, она такими бурыми пятнами там видна, конечно, у берега. Но в целом вода чистая. Я поехал на кристалл, чтобы там искупаться, оделся соответствующе. И вдруг как раз на кристалле-то я и увидел, что в воду просто зайти невозможно. Комка. И я вам ее показал. Ну, думаю, ладно. Что ж, бывает такое. Ну, сейчас не повезло к кристаллу. Пойду дальше. И пошел дальше, где поехал. И вот, друзья мои, от кристалла и вот до этого самого места, до самого, то есть до жемчужины России, это 12 километров, везде комка. Везде комка. Кое-где она уже гниет. Такая уже маслянистый такой появился у нее цвет. Запах такой уже не очень приятный. Но еще гнилостного такого нету, откровенно гнилостного запаха. А кое-где она вот только еще развивается. Зеленая, как вот я говорил, почему она не зеленая. Есть зеленая комка, но ее почему-то мало. Она сразу почему-то становится вот такой бурой. Ну, не знаю почему. У меня вариантов, ответов уже нет. Потому что всяко говорили, говорили, что в этом виноват турецкий поток, что там подняли, тут все муть со дна. Говорили, что жара стоит, вот обычно же в июле комка, вот, якобы вот она при высокой температуре воды. Сейчас, кстати, температура воды 10 градусов. Я вот на одном табло видел, проезжал один пляж, 10 градусов всего. Температура воздуха 24, вот. Ну, по ощущениям, может, даже больше. На солнце, наверное, где-то 27, это точно. Вот. Ну, вообще пишут 24 воздух и 10 вода. Поэтому в такой вот откровенно холодной воде, ну, тоже сначала было мнение, что комка не размножается. Нет, размножается. Где вот сейчас 10 градусов, а комки уже полно. А что еще? Ну, что ее там, не знаю, откуда-то приносит. А, что людей много, и вот люди мажутся всякими там кремами, вот. А потом все это смывается в воде, и все это служит питательной средой для вот этой комки. Нет, людей мало, купаются еще единицы. Был вариант, что, ну, такая версия, что люди там писают воду и прочие там дела. Ну, просто грязь с себя смывается, эпители там туда-сюда. И этим комка кормится. Нет, народу мало, вода холодная, но комка есть. Вот, ну, вот такое вот явление, друзья. Ну, все, я вылажу отсюда из этого на солнце, на песок. Еще раз смотрим. Еще раз смотрим на море. Сколько здесь людей? Ну, людей-то мало, конечно, но они есть. Еще раз смотрим на дюны. Дюны золотые. Кстати, вот здесь вот недалеко как раз пляж. Дюны золотые, так и называется. Вот велосипед мой тут валяется. Велосипед тащить по песку очень тяжело. Я говорю, вот там, где песок весь посмывало уже. Ну, легко там и ехать можно, и катить. А тут уже катишь с таким усилием. Ну, там идет какая-то программа для отдыхающих. Вот слышно, что аниматоры что-то там выкрикивают. Я на колючку какую-то наступил. Самая большая в мире песочница для детей. Видите, вот забираются на дюны и сейчас будут буквально скатываться. Ну, вот и все, друзья. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Не забудьте подписаться на мой канал. Нажимайте значок колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Смотрите видео по подсказкам и по конечным своим заставкам. А также читайте описания. И всего вам доброго. До свидания. До свидания.